Я хочу сказать, такая у нас вещь есть, это все знают, и об этом много писали, новая газета, например, но не только, пресса. Существует такая вещь, как разрешение на несубъедное убийство, да, вечно. Так называемые эскадроны смерти у нас, правда, они по-другому совсем есть. То есть это военное подразделение, которое приезжает и выполняет свои какие-то задачи, они намечают жертву, мы не знаем, по какой процедуре они их намечают, так сказать, правильно это или неправильно, но такое есть. Это метод работы военной разведки, либо диверсионной службы против чужой страны. Совершенно точно, мы не можем негласно убивать своих собственных граждан, и даже не объяснять их... С российскими паспортами. Да, и не объяснять им даже, на каких основаниях это делается, почему. А я так хочу, я считаю, что вот он террорист. Потом, когда начинается доследство, тем, что занималась Политковская, например, она вдруг устанавливает, что у этих террористов совсем не такая ситуация, как представляет нашим... А потом, когда их родственники пытаются найти правду, их посылают. А потом, когда они начинают мстить, их объявляют террористами. А потом они появляются в Москве с поясом шахидов. Вот вся цепочка. Да, но когда они начинают мстить, они действительно становятся террористами. Становятся, становятся. Но сначала террористами выступают те люди, которые... Но сначала, все равно нужно разделить две вещи. Невозможно. Невозможно разделить. Нельзя. Если федеральные силы ведут себя как террористы по отношению к гражданам России, а потом граждане России становятся террористами, как ты это разделишь? Сначала одни совершают... Я не оправдываю, я объясняю. Что сначала одни совершают преступление. Сначала нам надо восстановить следственно-судебную процедуру. Совершенно верно. Набраться терпения, несмотря ни на что. Искать нормальную, так сказать, агентуру устанавливать. Копить доказательную базу, там, все остальное делать. Пытаться проводить нормальные суды с присяжными в других областях, не на Северном Кавказе. Пытаться все это делать год за годом. Да, это будет очень немедленно. Ну и США, когда начинали борьбу с терроризмом, тоже понимали, что не за год они этого добьются. Понимаете? С этим вообще никто не спорит. И потом, может быть, со временем, эта проблема уйдет. Понимаете? А если они взрывают себя в метро вместе с нами, это не значит, что мы так себя должны нести. Я про то, что при всем при этом, да, люди, идущие на террористический акт, все равно оправдания не имеют. Вне зависимости от того, какие причины их на это толкнули. Потому что, даже если говорить о религиозном фанатизме, ни в одной религии нету, чтобы убей. Ну нету, ни в одной. Бадри, никто не оправдывает. Я сторонник того, чтобы мы дошли до причин возникновения. Мы говорим об объяснении. Если они политические и крайне болезненные, для отдельных наших руководителей, политиков, военачальников и прочих, чтобы мы все равно их открыли, показали и начали с этим бороться. Я двумя руками. Но я не могу оправдать человека, даже женщину. Послушай, женщины, которые сегодня пришли в метро, их логика. Никто не вправе прийти в мой дом и убить моего невинного мужа или убить моих двух детей или изнасиловать меня. Если у тебя есть, это неоправданно ни религией, ничем. Володя, если ты считаешь, что у тебя есть такое право, что никто не вправе прийти в твой дом и убить твоих близких, у тебя нет права прийти в чужой дом и убить их тоже. Стоп, Бадри, ты что-то говоришь странное. Ты исходишь с предположением, что Владимир оправдывается? Я не оправдываю, я пытаюсь объяснить. Нет, он называет их мотивы. Мы идентифицируем, так сказать, истоки, откуда все это идет. А оправдывать... Никто не оправдывает. Мы можем понять, почему убийцы так действуют. Допустим, психопатолог ставит диагноз Чикатило. Я просто как политик пытаюсь докопаться до первопричин. И если мы хотим вылечить первопричины, вот я пытаюсь до этого докопаться. Я вовсе не оправдываю. Это ужасное преступление. Но чем закончилась борьба с партизанским движением в Прибалтике на Западной Украине? Политическими мерами. Политическими. Так же точно, как, кстати говоря, и с движением в Средней Азии басмачей. Политическими мерами, да, колхозы организовали, поставили бывших баев. Когда басмачи стали... Начальниками колхоза. Стали, да, партиринами секретарями. Поставим вопрос, какой сигнал? Понятный. Должно получить от этих терактов наше общество. И что в своем поведении должен изменить каждый член этого общества, каждый гражданин? Что в его жизни должно поменяться после сегодняшнего дня? Я очень просто отвечу. Первое, что вообще, значит, о нашем обществе я бы не говорил. Оно пассивно, аполитично. Я бы говорил о федеральных структурах силовых и о населении Северного Кавказа. Население Северного Кавказа должно увидеть, что за каждым преступлением против граждан России, которые там живут, возбуждается уголовное дело, ведется расследование, что преступление, кто бы его не совершил, чеченское формирование, кадыровское или федеральное, идет расследование и наказание. Второе, политическое руководство страны должно очень жестко контролировать все, что там происходит с точки зрения правового режима, законности и так далее. Третье, нужно идти путем диалога с теми группами, которые пострадали, которые недовольны и так далее. Диалог. Раскалывать оппозицию. Делать ставку на тех, с кем можно работать. Безусловно, Валер, там есть, к сожалению, уже фанатики, которые уже бесполезны, которые религиозно индоктренированы и все. Это особенно в Дагестане очень тяжелая ситуация. Там уже... Что с ними делать? Убивать? Нет, не убивать. Задерживать, арестовывать, за конкретные преступления сажать и так далее. Другого варианта нет. Нет, но подготовка к терапии. Да. Вот если эти сигналы будут сделаны российским руководством, я думаю, что не быстро, два, три, четыре года, но ситуацию удастся переломить. Плюс пусть Хлопонин строит дороги, мосты, тоже хорошее дело, и это полностью приветствую. Но без этих четких сигналов, связанных с правовым режимом, с правосудием и силовыми структурами, бесполезно. Будут новые волны терроризма, сначала там, потом в Москве. Валерий, ваш ответ. Ну, во-первых, всю школу ВАУ я поддерживаю, абсолютно согласен с этим, от себя добавлю одно. Существуют в теории и в практике, к сожалению, конфликты, нерешаемые, общественные конфликты, нерешаемые в притус-туреопчестве, которые существуют сейчас. На Северном Кавказе, я сейчас это скажу совершенно... Да, я как ученый сначала этот вопрос понимает. На Северном Кавказе во многих местах мы имеем общество с ярко выраженными признаками, которые характеризуют общество после распада родового строя. Это кросс-кузенный брак, кровная месть и институт заложничества. То есть институт заложничества всегда регулирует внешние отношения с другими племенами, кровная месть регулирует внутренние отношения со своими сородичами, кросс-кузенный брак всегда позволяет сохранить внутри рода собственность. Это то, на чем останавливается распавшееся родовое общество. Можете представить, на каком уровне сейчас психологически стоят многие, к сожалению, очень многие области и Угушетии, и Чечни, и Дагестана. Как решается вопрос мировой в таких случаях? Например, скажем, в Черногории раньше или сейчас, до недавнего времени, в Ливане. Устанавливается так называемая ливанская модель, когда, если уж мы не можем договориться, что голосование мы выбираем своего президента, совершенно верно. Министр обороны у нас всегда вот из этого клана, Атлатов, от Даргинцев, у нас министр финансов и так далее. Это позорная схема для современного общества. Позорная абсолютно. Потому что она предполагает, что мы не можем демократическими средствами организовать процесс нормальной жизни у людей. Но раз они так думают, заключи негласное соглашение. Пусть будет так всегда, что второй секретарь здесь будет Даргинец, а третий секретарь... И русский арбитр, который... Да, совершенно верно. Который, так сказать, разруливаетесь. Это надо внедрять категорически. И причем это на советах старейших надо собирать между собой и говорить, что так будет всегда. Кого бы вы ни убили в результате своей внутренней борьбы, а дагестанцев взрывают друг друга направо и налево, это вовсе не террор, а борьба за власть на самом-то деле в Дагестане. Сплошняком идет сейчас. Одного снимают, тут же заказываются последователи, понимаете? Кого бы вы ни убили, все равно он будет вот за этого клана, и все равно, это как теневое правительство, внутри клана всегда есть наследники вот на этот пост, понимаете? Министр обороны, министр МВД, допустим, Дагестана, он всегда будет вот из этого клана и из этой национальности, понимаете? Все. Это закрыт вопрос. Не будет. Можете убивать их десятками. И так же точно будет вот здесь, на других направлениях. На федеральном уровне. Вот Клапонину было бы гораздо проще тогда понимать, с кем иметь дело. Он вызывает министра обороны, он понимает, что за ним огромные, так сказать... Аварцы, Даргинцы, Резгены, Кубыки. Совершенно верно, понимаете? Ему-то проще было бы с тобой, а он в неустойчивом положении. Завтра этот эракт, этот Мерседес, взлетает от кумулятивного взрыва, вот так сказать, в воздух, и у него уже представитель другого клана, который... Ну то есть вместо экономики ему придется заниматься внутренней политикой, что в общем-то... Политика на Кавказе перенечит. У нас в эфире была кухня на К2К. Нашими гостями были Владимир Дышков и Валерий Ширяев. Я думаю, что вы стали лучше понимать произошедшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова